Торжественное перерезание красной ленточки, приветственные слова командования воинской части и тех, кто имел непосредственное отношение к тому, чтобы общежитие для военнослужащих наконец появилось. Вопрос строительства жилого корпуса для контрактников на территории Саровской дивизии обсуждали давно. Именно на территории воинской части, чтобы оно было постоянно в собственности объекта, но при этом военнослужащие в нем могли спокойно проживать и не отвлекаться на свои различные житейские и бытовые проблемы. Большую помощь в строительстве оказал ВНИЕФ. Как отметил главный инженер ядерного центра, улучшение условий бытовой наслужащих Росгвардии положительно скажется на боеспособности соединения. Вот данный объект, его и принимать, вводить в эксплуатацию особенно приятно, потому что он направлен прежде всего на людей, на их условия жизни и быта. После вручения ключей военнослужащие и гости отправились осматривать общежитие. В двухэтажном корпусе 53 двухместных и 7 одноместных номеров, а также столовые, душевые и прачечные. В новом общежитии могут разместиться 113 военнослужащих Росгвардии. Здесь есть все для удобного и комфортного проживания. Современная бытовая техника, новая удобная мебель. Лейтенант Александр Тарасев в Сарове живет уже год. После переезда на новое место службы он арендовал квартиру. И даже для необремененного семьи человека такие расходы отрицательно сказывались на бюджете. Поэтому, когда предложили комнату в новом общежитии, Александр согласился не раздумывая. Условия тут в принципе комфортабельные. Есть все необходимое для проживания. Есть кровать, стол, письменный, телевизор, стиральная машина. Ну, вся бытовая необходимая техника этой жизни. Условия почти спартанские. Но для неженатого мужчины этого вполне достаточно, чтобы с комфортом отдохнуть после боевого дежурства.